ра привет ну что продолжаем я выключу комментарии вы ставите свои сердечки а вопросики свои пишите в окошечко с вопросиком чтобы мы все все успели так когда вижу вот такие вопросы думаю зачем я стараюсь зачем я стараюсь зачем я стараюсь и делаю какие-то полезные вещи нахуя если просто человеку интересна совместимость козерог и мужчина стрелец нахуй блять я тут распинаюсь для тупых то есть для вас лера королева для тупых совместимость козерог девушка стрелец мужчина можно блять закуглить и не тратить время звездного астролога из лос-анджелеса нахуй не тратить на это мое время и это будет ровным счетом ничего не значит вашей жизни почему потому что все козероги блять и все стрельцы разные это как спрашивать а вася и маруся они совместимы или нет представляете вот этого говна полно в интернетах если у вас есть вопрос по астрологии пишите в окошечко с вопросиком дату время и город рождения обязательно астролог работает по дате времени городу рождения и вопрос в одном сообщении то есть вам нужно в это окошечко уместить дату время город рождения и вопрос в одном сообщении я на них поотвечаю с удовольствием и напоминаю о том что завтра у нас шикардосный 7 апреля 8 часов вечера по москве охуительный бесплатный вебинар который будет ли на вебинарной платформе который будет приурочен к проекту к игре где вы почувствуете всех своих внутренних демонов астро любовь регистрация в директ и там же в директ я вам бонусом подарю нормальную астрологию курс из пяти занятий бесплатно который раньше продавала для того чтобы вы никогда никогда не задавали таких тупых вопросов как лера не будь лерой не задавай тупые вопросы вот а еще да что думаете ли родная такая нет вот пожалуйста алла блять я я весы хуесы алла я тебя узнала пожалуйста иди в жопу разбирайся сама у тебя есть все у тебя есть ты я точно знаю что зарегистрирован на вебинар вот эту хуйню можешь прочитать в интернете они у меня ну а вот это уже все это уже из разряда я поела борзянки а вдруг мне ничего не будет солнце зажигающие действие это действие которое вытащит вас из любого пиздеца в каком бы вы пиздец и не находились каком бы вы возрасте не были в каком бы вы состоянии не были блять скажите мне их бесплатно пищу по соси они создают пищу по соси cd это лучшее что с вами может случиться это продукт а вы вот понимаете вы же и по жизни такие к девочке урвать занять чужое место с мужиком я задайте двух мужиков буду ебать второго мозг я дайте халявные сэзэдэ я я пойду на складчину зачем платить больше когда можно платить меньше и почему я в такой жопе потому что вы пытаетесь наебать вселенную а вселенная обязательно наебет вас в ответ сорян вас сэзэдэ посылочки под аватаркой за денежку или нахуй никак во первых ты не написала ни времени город рождения чтобы посмотреть пора ли тебе в астрологии нет но я считаю что в астрологию пора абсолютно всем потому что астрология классная моя астрология не страшная моя астрология не пугающие не дающие каких-то страшных прогнозов что все умрут а как раз направлены на то чтобы рассказать ну что же что же делать мне для того чтобы у меня все было заебись на какой сфере своей жизни максимально сфокусировать внимание максимально сфокусировать внимание на сфере своей жизни под названием кто я чё я хочу где мое удовольствие и об этом завтра на вебинаре регистрируйтесь ссылочка в шапке профиля ну сенастре конечно делать не буду об серитесь сенастре это совместимость астрологическая когда вы делаете когда вы делаете одну натальную карту накладывайте на другую но я не думаю что вы и лёша того стоите вот чтобы делать большой такую работу я сейчас быстренько картами гляну там все будет быстро и более понятно что у вас за хуйня творится что с нами дальше развод или ребенок ну охуенно вообще перспектива развод или ребенок типа говно или моча мы нам пожрать говно попить мочи нам развестись или пойти убить кого-то бабку убить может быть ну охуенно вообще у вас в голове у вас конечно полный пиздец и потом я еще удивляюсь почему у вас так мало денег почему у вас так мало денег потому что тема денег это моя основная тема я люблю когда вы зарабатываете я люблю когда вы делаете сзади когда вы делаете пуф правила увеличения финансов у вас финансы растут как на дрожжах но так как вы все немножечко любите и любовь вам очень хочется отношения есть еще продукт венера зажигающие действия вот они в совокупности солнце зажигающими действиями делает из вас абсолютно охуительную женщину от которой невозможно отказаться только она отказывается от всех но тут дело вот в чем надо лечить голову вам всем очень срочно астрология вам в помощь потому что если вы не будете лечить голову не удивляйтесь на что вам окажется 40 и вы окажетесь в полном пиздеце блять потому что вы 40 лет проебали что дальше развестись или ребенка родить ребенок чё блять кошка какая-то собака вы рождаете ребенка это же это же вот под просто вы понимаете что вы делаете вы рождаете ребенка из конфликта у ребенка будет правая нога восхитить пряников левая нога хотеть замуж правая нога хотите убивать людей левая нога будет хотеть блять пойти в монастырь вы радите и приведете на свет вот такую душу потом такиеut чикатило это так страшно чикатило это чей ребенок и с поганиной родителями подумайте об этом прежде чем ребенком дыры затыкать но у меня так не будет да ну прямо таки не будет прямо таки не будет ну так может быть сначала попробовать себе разобраться отношения построить через себя через понимание потом блять уже душу привлекать с того света чтобы он вам дыры залатал и так саша и лёша поехали что там у них саша и лёша развод 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 вам нужен развод там я никогда не советую слова развод но в слове вопросе был развод я сама-то не советую ну там написано развод или ребенок развод у вас башня у вас все рухнуло все все кончилось все нету вы танцуете на осколках блять на вот вы ебёте труп лошади она уже не то что сдохла уже с лестнию с лестнию саша я думаю что лёша уже может быть из к соскочил с этого блять вагона счастья саша все сдохла лошадь слезаем слезаем она уже разлагается эта башня это просто пиздец все рухнуло все а идете вы кстати саша к принцу воды то есть либо ты двигаешься в новые отношения кстати очень достаточно говнянский говнянские отношения будет потому что изначально у тебя все порушить и надо заново собирать себя с заново собери себе и тогда ты не встретишь вот этого говнюка этот говню который знаете сладко поет сладко стелит до спать с ним очень сложно потому что он обманывает манипулирует и пиздит ребенка блять рожать боже мой упаси богу блять от таких родителей ну вы же сами спрашиваете я же как бы ваши отношения не лезу вы же сами спрашиваете правильно спрашиваете ответь любовь взаимная перспективы отношений вот карта дьявола карта дьявола это демоница считает что она может вот этого дьявола переиграть но кто кого переиграет непонятно кто кого это карта манипуляции эта карта выбора либо ты либо я вот это вот выбора такого знаете такого как бы если ты посмотришь на сторону и тебя выкорю глаз вот такой вот вот туда выйдете взаимная у вас любви но я очень жалею если вдруг вам ваши розовые очки треснули девочки и мальчики взаимная любовь взаимная любовь идет через огромную любовь к себе нет у вас любви к себе кого вы можете полюбить это как я не знаю пустой чайник напоил вас чаем он пустой у него нету понимания кого он любит что он любит кого какая я но я вроде как не люблю рыбалку это одна маленькая песчинка разберитесь чё блять в чайник то вы загрузили уже взаимную любовь блять они все еще но в основе этих отношений очень сильная карта мага в основе этих отношений базовая базовая значит карта это вот женщина которая знает точно что делать с членом что делать с мужиками но это наверное ты соответственно которая точно знает как подобрать ключик замочку вот но а в разрезе вопроса куда мы катимся тут тень эта карта тени это карта того что да не принимаете вы друг друга не принимает он твою тень ты не знаю вообще знаешь ли его тень кто-то из вас ведет теневую игру кто-то из вас ну то есть между ну как это вот этот хер это карта плетение интриг собирание сплетен вот это вот такая вот карта но когда она в отношениях ты умная девочка ты все-таки маг пожалуйста собери собери для себя ответ на вопрос сама а я напоминаю да что у нас завтра охуительный бесплатный вебинар прорабатывайся по максимуму прямо таки по максимуму жопу накачали и на пп перешли это не по максимуму или пиздоворонки крутите это не по максимуму знаете я вот в отношениях с астрологией уже больше десяти лет и я не могу сказать что я прорабатываю себя по максимуму ну я работаю над собой ну хуй знает по максимуму прям по максимуму я бы вот прямо блять не рискнула про себя так сказать а вы такие блять а я по максимуму на опачки тырочка не по максимуму а я по максимуму если бы вы работа проработали себя по максимуму то у вас были бы максимально охуенные результаты а их блять нет значит вы занимаетесь хуйней они проработка себе по максимуму но это так из из вопроса контекст давайте посмотрим почему же у света нет отношений вот и блять конечно вообще да хуя учишься это факт да хуя знаний вот видите вот это ты вот ты на прекрасной лошади это ты вот великолепная амазонка это ты но это как бы королева воздуха а воздух это про знание и ты факт и считает что ты знаешь дохуя и ты наверно знаешь дохуя и не обесцениваю но посмотри тебе не кажется что конь немножко не по размеру то есть знаний много толку нихуя им даже управлять невозможно этими всем чем ты забила свою голову невозможно управлять невозможно потому что она сделала из твоей головы не подъемного коня здесь дохуя сильно умная говорят на так карты не натальные карты таро а выход твой вот в такого коня превратится заниматься хозяйство заниматься прокачкой своей венеры заниматься домом садом и лошадь смотри по размеру сразу об вот такой вот совет от натальных карт потому что наверное хочу перейти к натальным картам все это роу убираю и прихожу к натальным картам потому что все таки я астролог не надо забывать завтра на вебинаре тоже буду разбирать натальные карты но если у нас останется время потому что будет вебинар завтра 8 часа 2 он будет идти а иногда меня остапа несет так что мы и 5 часов сидим ну соответственно соответственно не знаю как получится как попрет так что дата время город рождения вопрос в одном сообщении дата время город рождения и вопрос в одном сообщении но я надеюсь вы все поняли что у вас полная говнятина в отношениях в связи с тем что вообще не понимаете что это означает что у вас куча каких-то штампов знаний дохуя понимание нихуя зачем мне эти знания и вот это вот а у кого-то и знаний нету нихуя ну то есть как бы полный по вам срочно надо в игру потому что игровой формат выполнение заданий наконец-то вас вот этих вот очень много знающих заставит действовать и наконец-то вы поймете все очень много знающую одну истину знания без применения это хуйня собачья знания бездействия это 0 0 это геморрой больше чем какая-то позитивная история поэтому ну завтра встречаемся на бесплатном вебинаре вас удивлю и буду рассказывать вам разные истории и расскажу как вообще астрология смотрит ну на мир на отношения но в общем то вам наверное уже понятно но тем не менее я еще про это расскажу ну и конечно конечно откроются откроются наконец долгожданные продажи астролюбви с главным призом макбуком а еще 8 числа я выйду в прямой эфир и мы макбук разыграем среди тех кто зашел на курс большой то есть среди тех кто зашел на большой курс в марте среди них будет розыгрыш макбука давай посмотрим реализуюсь ли я в нумерологии астрологии психологии видите шли вот есть конечно исключение из огромного правила но я не знаю это ты или нет и и чтец и на дуде игрец многофункциональный специалист это хуёвый специалист есть конечно исключение из этого правила я их знаю но они изюминки они алмазики понимаешь они бы такой вопрос не задали потому что они реально алмазики в каждой из сфер тут дело заключается ты выбери блять что-то одно из этого и развивайся и успех тогда будет ближе чем вот это вот лазенье по всему я вот 10 лет занимаюсь астрологии мне еще нормально зачем этом астрологии нумерологии психологии ну вы хотите этих знаний пожалуйста но чем уже специалист тем он дороже стоит то есть человек который задницы удаляет бородавки и только задницы только бородавки стоит просто дороже чем просто человек который не знаю просто обычный проктолог смотрит задниц но человек который специализируется на том что удаляет с жопы бородавки лучше всех зарабатывает дохуя из этих огромных миров нумерология астрология психология да выбери ты один а из этого 1 выбери какую-нибудь узкую нишу и хуяч об этом и не только я рассказываю на большом курсе обучение астрологии поэтому я за астрологию вот ты получится чуть не получится ну я бы твою карту для успеха довела ну блять понятно что чё вопрос рассказать тебе откуда вопрос солнца в оппозиции сатурном собственно неверие в свои силы неверие в свои силы и за батьки ну то есть это не батька виноват не надо уходить в батька в тот момент когда ты была в узи в чем-то нуждался до чего-то не смог дойти терпел какую-то неудачу соответственно у тебя появилась вот эта вот история я терплю неудачи в общем-то за батьку ну как вы вообще к тебе не может вообще не иметь никакого отношения поэтому зря ты переживаешь ну еще конечно есть аспект луна юпитер все вокруг идиоты я пидорас точнее все вокруг дартаньян пидорас я дартаньян вот так правильно говорить это аспект луна в оппозиции с юпитером при этом аспекте это лучшее что может с тобой случиться если ты начнешь работать во благо людей потому что иначе ты просто их заебешь своими непрошенными советами так хотя бы за совет и будет платить деньги поэтому тебе однозначно куда-то туда я голосую за астрологию потому что и во всяком случае на большом курсе ты узнаешь и как продавать себя и как упаковывать себя особенно на тарифе vip ну не не хочешь пока идти учиться пойдем на астролюбовь они стоит там будет 3 копейки куда направить свои силы направить свои силы с на следующее после эфира под вот видишь мою аватарку там есть ссылочка нажимаешь на ссылочку пальцем направляешь усилия пальца на ссылку выбираешь правило увеличения финансов которые по дате времени городу рождения просчитываются твои сферы просчитывается что тебе надо делать что тебе не надо делать плюс еще вебинар дается для тебя для дуры чтобы тебя научить блять как деньги зарабатывать и приобретаешь потому что деньги не любят когда вы их пытаетесь украсть украсть спиздить хапануть вот где-то отцепить деньги это энергия энергия к энергии энергию почему у тех кто зажигает солнце кто делается сзади становится больше денег так или иначе энергия к энергии а вы не понимая никаких законов пытаетесь и что-то наебать блять ну попробуй попробуйте не платят наебать систему девочки вам срочно на астра любовь на игру какая блять какие возможные заболевания я вообще не про это хотела поговорить мир иди в жопу я тебя уже разбирала сложится ли отношением с юрием он вроде блять оттаял блять он чё сука мороженка нет нет я знаю кто ваш юрий он капитан америка который во льдах провел 40 лет и сука наконец оттаял ты чё блять себя на помойке нашла ему 42 года какой-то блять оттаял оттаял и пусть нахуй плывет в смысле оттаял это же вы заслуживаете любовь вывеляете хвостиком а вот тебе манты а вот тебе минет вы чё блять себя на помойке нашли я рассказываю о том что вас целая вселенная на вас повлияли планеты дали вам мощь дали вам силу а тут блять юрка оттаял но ёб твою мать капитан америка блять если это не капитан америка даже не спрашивайте он блять оттаял ты чё собака ты чё хатика блять я не знаю ты я тут есть такая вот есть я короче нашла песню которая будет девизом нашего сейчас я вам блять включу там есть такая фраза яма я не мамин сервис я не буду ждать когда меня вызовут на бис или что-то такое но она шикарная блять это вот блять для всех сейчас я вам сейчас а 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 Хорошая девочка стала плохой Косички отрезут, прическа отстой Последний вагон уедет пустой Сегодня она не вернется домой Хорошая девочка стала плохой Белыми лентами перевязаны раны И красные пятна на мих океанной Все детские сказки, что читала На ночь оказались обманом Катят и слезы из глаз Нет никаких больше нас Я живая, не из пластмасса Хочешь играть, со мной суре и пасть Выбер, а стулариста Жизнь сделает нас реалистами Я же не мамин сервиз Я не буду ждать повода выйти на бис Я же не мамин сервиз Я не буду ждать повода выйти на бис А ты, блядь, сюда ждешь, когда он оттает Это песня Маригу Косички И вообще ее весь альбом охуенный Просто это такая Это девочка, которая пишет тексты сама Поет охуенно, красотка Маригу Так что это негласный гимн астролюбви Мы отрежем, блядь, вам косички И хорошая девочка вернется Пиздец плохой Пиздец плохой Потому что никаких, блядь, маминых сервизов И ждать выхода на бис Это точно не выход Много жру Что делать? Только не диеты А на астролюбви Будет на это ответ Парам-парам-пам Представляете? А какой я пока не скажу Завтра на вебинаре скажу Парам-пам Вмuchen Завтра на вебинаре скажу Полотенцем вот еще один момент сервис который ждет могут ли возобновиться отношения с бывшим мужем вот она еще одна собака хатика но если вы собака хатика если вы мамин сервис который ждет когда его позовут когда что-то возобновится ну наверное вам не со мной по пути просто и просто не уважаю таких людей ну вот честно я просто вас не уважаю я видя всю как бы астрологию видя какие вы все талантливые видя какая ваш к у каждой венера уникальная какая за ней история находится какая у вас луна какое ваше солнце какой у вас марс какой у вас умненький меркурий и вы все просрано все обосрано мне просто я просто не могу вот людей которые знаете вот говорят вот тебе бриллиант а я хочу бургер вот тебе бриллиант и бриллиант можно я буду бургером нажрусь и пойду посру то есть мне кажется что что-то в этом мире пошло не так хотя мир конечно все правильно все были бы осознанными до хера счастливыми до хера богатыми нет такого у мира плана надо чтобы вы немножечко пострадали чтобы каждый выстрадал свое счастье потому что если мы не не развиваемся то есть мы не меняемся мы не делаем работу над собой а работа до совета всегда под слезы кровь пиздострадания то как бы ну с точки зрения мира мы просто не существуем и просто как вот оттаяли блять как юрка наша оттаял вот так вот мы как лединки просто как говно в проруби плывем по этом воде жизни и поэтому все вот идет пиздо страдания изменения действия это вот но нам нужно чтобы мы развивались поэтому это конечно классно да ну вот мне вот так вот хочется сказать блять ну ты ну а за что тебя уважать если не уважаешь возобновляться ли отношения с бывшим мужем мы серьезно серьезно чё чё он последний хуй на деревне последний твой хуй на деревне срочно всем солнце срочно всем солнце у тебя я не рожу он разведется со мной да вы расстанетесь родишь ты или не родишь у вас все хуёво беги блять от него как от своей блять тени почему не могу оторвать жопу с дивана и начать действовать интерес ну наверно дом не горит хата не горит хат об загорится побежишь тушить а так хата не горит вот и сижу и не действуем костички отрезала прическа отстой последний вагон но если ты не можешь оторвать жопу света от дивана то это но печально это понятно да и тебе и не на моя гипотеза потому что ты сдалась готовься к смерти что хули ты же ничего не не хочешь ничего потом не удивляйтесь всяким разным болячкам тяжелым и прочим но вы сдались свет вы сдались вы забили на жизнь почему потому что ваша луна напряженная нептуном говорит о том что все говно все равно все останется по кругу все как бы будет будет так как есть никого не спасти грубо говоря а луна в квадрате сатурном говорят что место жизнь это говняная надо что-то заслуживать и вы просто устали ну как бы и такие типа ну и блять и все помирать ну помирай с таким шикарным марсом вовни пробивать стены с ног активная солнышко в водолее тебя бы зажечь да и блять тебя не остановить ну еще венера в рыбах любит попиздо страдать ну то есть так чтобы по 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 уничтожать себя у тебя света нравится те или нет активирован режим самоуничтожения вот блять и живи теперь с этим на с таким блять потенциалом я не могу жопу оторвать блять ну все помирай чем не обидно очень обидно когда вы хуйнёй страдаете вот прямо вот очень мне обидно когда вы страдаете хуйнёй гасточки Пока я просто вбивала данные, я вам включаю. Да, 19, 85, 80, Беларусь. Так, страх себе не дается двигаться вперед. Если бы это был просто один страх. Ну, коротко, Таня, я вижу, что ты где-то с пальмами. Я очень надеюсь, что ты не живешь в Беларуси. Первое, что тебе нужно, чтобы двигаться вперед, съебать оттуда с такой скоростью, чтобы пятки просто сверкали. Очень надеюсь, что ты живешь за границей уже. Потому что в Беларуси тебе просто пизда. Ну, а так, ничего, можно с этим справиться. Нервышки надо успокаивать, солнышко зажечь, Меркурий свой, мозг утихомирить какими-то классными знаниями. Ну, на большой курс тебе, Таня, Света была до этого, Таня, тебе на большой курс просто и все. И из Беларуси срочно. Если ты до сих пор там. Миссия не быть маминым сервизом. Я не замужем. Ну, в чем причина? Всегда причина в тебе. Тут нету времени и города рождения, но туда копать не надо. Всегда причина в тебе. С миром все в порядке. С мужиками все в порядке. Всегда причина в тебе. На себя надо сконцентрироваться. Внимание. Что-то со мной не так. Или все так. Рушу все свои отношения. Ты что, Халк? Я рушу все свои отношения. С мужиками, с бабами, со всеми. Ну, так, да тебе на астролюбовь что-то думать. Ну, во-первых, рушу все свои отношения. Пишет девочку, которая на аватарке, она и какой-то хер. Убирай хера с аватарки. Кем бы он ни был. Даже если самый дорогой, любимый человек в твоей жизни, на твоей аватарке должна быть ты. Не твоя функция жены, не твоя любовь, не твоя гордость, что у тебя есть статус, и ты с жена прекрасного мужа. Ты должна быть на аватарке. Это раз. Солнце твое в пизде. Вот почему у тебя отношения. Солнцезажигающее действие. Венера в рыбах. Блядь, вот как вот, как про говнянские отношения говорить. Так вот она, на тебе. Венеру в рыбах качаем. Венера зажигающими, солнцезажигающими действиями. Убираем с аватарки мужика. И убираем важность отношений в сторону своих солнцезажигающих действий. А у тебя там будет веселье-веселье. Тебе надо будет приключения искать на жопу. Поэтому рушится все. Если независимо от нас, то эта вселенная пытается нам сказать, очнись, ты просираешь свою жизнь. Просто она тебе до этого говорила. Ты не услышала. До этого говорила. Каким-то мягко-мягко. Типа, пойдем на курс. Пойдем на большой курс. Она тебе говорила. Ты такая, ой, не-не-не-не. Это какой-то развод. Это какая-то хуйня. Хуяк по башке. Делай, блядь, что-то. Большой курс. Ведь это же про знание себя. Про понимание, кто я такая. А там есть в чем разобраться. Там есть в чем разобраться. Там напряженные аспекты у Солнца. Причем с самыми жесткими планетами. Напряженные аспекты с Луны. С самыми, блядь, противными планетами. Венера, которая вытаскивается просто тогда, когда надо просто перемолотить отношения. Вот просто надо перелопатить тему отношений. Надо перелопатить через себя. Кто же я такая? Не спасать. Не уходить в жертву. Не включать училку. А вот уходить вот в мир смыслов, в мир философии, астрологии тебе, блядь, надо идти. В астрологию себя ковырнуть. Ну или хотя бы просто в астролюбовь. Завтра будет бесплатный вебинар. Приходи. Регистрация. Ссылочка в директе. Не получается доводить начатое дело до конца. Почему? Не получается у Ника Вуйчича кружку руками держать. Потому что у этого человека нету ручек, нету ножек. А у тебя не не получается, а проебываюсь. Называйте это не вот этими красивыми. Не получается. Проебываюсь. Проебываю все свои возможности. Почему? Ну, блядь, наверное, думаешь, что жизнь бесконечно длинная. Солнце не горит. Ну опять солнце, блядь, не горит. А луна в соединении с ураном. Луна в соединении с ураном. Ёбнула током, полетела, блядь, в одну сторону. Ёбнула током, полетела в другую сторону. И до тех пор, пока ты не будешь контролировать свои порывы, свои луны и зажигать солнце, да не будет ничего хорошего. Потому что у тебя вшит в тебя, в тебя вшит, как это называется, режим, блядь, разъеби даже самое прекрасное. Вот. Ну, а почему у тебя такой режим? Из-за мамы. В твоем случае, мамочка, как-то напугала, напугалась и напугала тебя. Мама, когда она была тобой беременна, была в состоянии, во-первых, у нее было ощущение. У тебя, блядь, опять, во-первых, Венера в рыбах, блядь, еще одна очередная. Вы все разные, там были девочки из Краснодарского края, из Минска, из Москвы, а у всех, блядь, Венера в рыбах. Как, блядь, на подбор все собрались, блядь, с самой, сука, проблемной Венеры. И если вы ее не будете лечить, вам пиздец, девочки. Просто тотальный пиздец. И вы можете мне поверить, потому что вы в этом пиздеце живете. Значит, ну, возвращаемся к твоей маме. Твоя мама во время беременности, либо ее кто-то напугал, испытала стресс, шок, какое-то нервное потрясение, как будто вот ее ударило током, как будто ей вот стрессанули вот ее сильно, когда ты была в пузе у мамы. И плюс она не чувствовала себя выбранной, как будто твою маму недовыбрали, как будто маму твою не выбрали. При этом она могла быть абсолютно папа, может быть, ее и любил, я не знаю, я же не ведьма. Но аспект Луна, Венера говорит, моя мама чувствовала, что она не выбрана, что папа выбирал кого-то или что-то другое. Это ощущение вообще может быть загоны самой женщины. Но вот этот аспект Луна в соединении с Ураном, это вот это мамин испуг. Ты как будто напугалась, что то, что продолжительное время у меня есть, его могут забрать. Что-то вот мама потеряла, испугалась. И ты такая внутренне, ребенком еще в утроутробном. А я, чтобы ничего не потерять, разъебу все сама. Опа! То есть это от страха, потери и близости разъеб всего, что только можно. Ну вот и. И как, блядь, без этих знаний астрологии вы вообще собираетесь жить? Скажите мне, пожалуйста. А ответ правильный. Никак. Никак. Типа мама чуть не сбила трамваем. Когда у нас выйдет закон, чтобы к беременным относиться как к богам? Вот когда к нашим беременным начнут относиться как к богам, врачи, окружение, у нас будут рождаться счастливые люди. Ну че? Ну че? Идти, идти в дело даже со страхом, со страхом смерти. Ну вот надо работать, короче, нужна астрология. Тут надо не один сеанс для того, чтобы разобрать по пунктикам твое солнышко, луну, венеру, марс, все вот это все. Ну там вот в этом причин. Если глобально, причина пиздеца вот в этом. И я тебя поцеловала. Ну блять, еще одна собака-хатика. Делаю с СЗД две недели. Вопрос, когда мы помиримся и будем снова с Андреем? Ну, во-первых, я только что сделала целую тираду, что я презираю людей, которые собаки-хатика, которые уперлись в одного мужика и как мамин сервиз ждут, когда ее вытащат и наконец на нее посмотрят. Поэтому делайте солнцезжигающее действие, и вселенная сделает все как лучше для вас. Я не знаю, я не буду отвечать на вопрос, когда вы помиритесь и будете снова с Андреем, Хуерем и всеми остальными типами людей. Потому что если вы делаете СЗД, это не означает, что вы испепелили в себе состояние собаки-хатика. Я прекрасно отношусь к этому персонажу, но я не уважаю собаку-хатика. И для меня это не про преданность, а про ебанутость и про сраную жизнь. Если вы делаете СЗД, я думаю, что они все расставят на свои места. Если Андрюша это ваша судьба, то вы помиритесь, если нет, то вы не помиритесь. Но я бы не стала это ждать, потому что состояние я жду равно я не понимаю смысла солнцезжигающих действий. Действия делаю, получаю результат. Жду Андрюшку, когда же он, блядь, поймет, что собака-хатика ждет его. Фу, ну прям фу. Ну что, на помойке себя нашла? Серьезно? Эта бабка, которая копается на помойке рядом с магнитом, это будущее ты? Что, нету сайтов знакомств, огромного количества мужиков прекрасных новых? Нужно прям вот только Андрюшка? Кошмар, кошмар, девочки. Всем на остров, блядь, любовь, иначе вам пиздец. Муж говорит, либо семья, либо твои песни в кафе. Ну, блядь, охуенный выбор, что я могу тебе сказать? Ты сделала охуенно, но неправильно выбор мужа. Ты кто, блядь, такой? Ты бог. Или что, я создана что из твоего нахуй ребра для того, чтобы тебе служить? Где, блядь, ваша самооценка, самоценность? Да иди ты нахуй. Вот просто после этой фразы, нахуй с пляжа без панамки, и я из вредности буду оставаться с песнями, блядь, в кафе. Долбоеб. Вот так бы я ответила. Потому что у меня есть самооценка и самоценность. А вы про сервис, опять напоминаю, и про собаку-хатика. Я сейчас посмотрю, конечно. Представляете, если бы, если бы Мари Гу сказали, выбирай песни, или замуж, мы бы не услышали невероятно крутые песни. Почему у меня, кстати, реклама включилась на ютюбе? У меня же вип-подписка. Ну, сейчас она закончится. Но если вы хотите писать эсэй, которые inspire, месседжи, которые подбирают ближайшие коннекции, и эмэй, которые готовят работу, вы должны подумать больше. Забавно, как все это не имеет значения спустя время, но до сих пор в памяти ты мелочей. Чей ты сейчас? Надеюсь, кто-то тебе сделал больнее, чем ты мне в последний раз. И помнишь, мы на рассвете еще не взрослым, уже не дети. Я пытаюсь понять, кого встретила. То ли на пару слов, то ли на пару лет, то ли ты мой счастливый билет. Нет, нет, нет. И мне все равно, зачем? Парусь, манесторик, ажерогой. По словам, манесторик, ажерогой. Парусь, небо пекли у меня, стырой. Шикарно, шикарно. Представляете, вот ей бы какой-нибудь долбоеб сказал, выбирай, либо я, либо песни. Боже мой, надеюсь, ей такого не говорили, и спасибо, что она выбрала песню. Ну, а ты выберешь, конечно, долбоеба своего. Он же свой, он же родненький. С вероятностью 99% ты выберешь своего долбоеба. Поэтому, что тут вопрос? В чем вопрос? Ты выберешь долбоеба. Живите. Биба и Боба, два долбоеба. Почему? Расскажать почему? Расскажу. Потому что Венера в раке, в седьмом доме, может пожертвовать ради отношений хоть, блядь, своей почкой. Вот она готова, блядь, не то, чтобы, блядь, вынуть свои органы для отношений. Ну, потому что вот. А если она не прокачана, если ты не понимаешь своего солнышка, ты его, естественно, пока не понимаешь. Иначе бы у тебя такого вопроса, блядь, даже не стояло, значит, с луной в первом доме. И там же всякие вот Нептуны, жертвы. В общем, короче, ты останешься с мужиком, блядь. Все, оставайся. Все, как бы. Биба и Боба, два долбоеба. Оставайтесь рядом. Омск, привет. Я тоже из Омска. Чего от себя ждать? Ну, я сейчас в Лос-Анджелесе, конечно, нахожусь. Вот. Не в Омске, но я тоже из Омска. Чего от себя ждать? Слово ждать. Только что я говорила, что ничего и никого не надо ждать. Нужно действовать. С собой нужно ознакомиться через действие. Начните с завтрашнего бесплатного вебинара. Восемь часов вечера по Москве. У вас будет в Омске плюс три. Девять, десять, одиннадцать. Ничего не страшного. Вы еще все равно не спите, поэтому приходите завтра на бесплатный вебинар. Все равно не спите. девочка талантливая какая девочка талантливая так сейчас я вам скажу сейчас еще одну песню включу из альбома который мне нравится еще раз море гу называется сейчас реклама пройдет не было вообще-то куплено то что у меня нету рекламы может быть эту песню взять девизом отражают не он всегда кто ты рядом но только не он может быть смелым и пьян когда целился прямо в сердце твой руку петон мальчики значит сегодня мы будем танцевать На модных вечеринках Девочки, как с картинки Падают их слезинки в шампанское Вместо льда Чем больше внутри, более тем крепче Алкоголь сегодня себе позволит Забыть вон навсегда На модных вечеринках Офигенно она, просто офигенно И вы тоже все офигенные Вот, если бы только вы мозги свои включали Значит, итак, поехали 11.04.1964 Как перестаться бояться Отношений с мужчинами Ну, выходить в отношения с мужчинами Представляешь? Чтобы перестать их бояться, нужно их Познавать этот мир других мужчин То есть нужно потихонечку Идти в состояние флирта, в состояние Свиданий Боишься, что там тебя Нападет, встречайся В общественных местах Вот, зажигай свое солнышко Овновское И ты можешь дать пизды Любому мужику Просто знай Ты сильнее любого мужика А тогда они не составляют Никакой угрозы для тебя Вот, да тоже сдалась Че, тоже сдалась Ну, хорошо Че там, какие интересы Вот, что у тебя, кто там на аватарке А цветочки? Ну, цветочки на аватарке Это хорошо Хорошо, хоть там Никакие там Ни дети Там еще кто-то Или там кто-то торчит Нет, вроде как Никого нет Солнце зажигать Овновское Ходить на бокс На самооборону И все И ходить на мужика И встречаться с мужиками Прикинь И они тебе ничего не сделают Парам-парам-бам Вот Ну, страх от мужиков Почему? Почему есть такой страх Венера, вбитая Ураном и Плутоном Женщин твоего рода Маму, бабушку Не то, что напугали мужики А, ну, изнасиловали Морально, ментально, физически Было какое-то насилие над женщинами Ты это насилие несешь Как типа страх А тебе нужно просто понять Что ты можешь трахнуть любого сама И перестать бояться этого Ну, а бояться боли Там и все такое Типа, что больно сделает Ну, конечно, сделает Ну, ок Люди Все люди не идеальны Чтобы хочешь разобраться в людях На курс большой Хочешь разобраться в себе И недорого Завтра на бесплатный вебинар Ну, все Я устала, кстати Давайте будем реалистами Я и так молодец Я сейчас включу комментарии И попрощаюсь с вами до завтра Завтра в 8 часов вечера Встречаемся в вебинарной комнате Не здесь Не здесь В вебинарной комнате Ссылку на вебинар Можно получить В директ Можно там же Попросить еще Бесплатный курс Надеюсь Было полезно Надеюсь Сделала вам Немножечко Встряску Ваших мозгов Поставила их На место На место Все Я Музыка Огонь Моригу Вообще Охрененная Девочка Юрий Который оттаял Это смех до слез Вот так и надо Играючи Со смехом Со смехом Переходить Завтра на вебинар А дальше Играть И надо подумать Какую песню Возьмем Негласным гимн Вечеринки А еще есть Классная песня Сейчас я вам включу Еще Если меня сейчас Не забанят Виселица Виселица И причем Она пишет Сама Самотексты Самотексты Пишет Жаль Что не прочитали Мои сообщения Бери Блять Все что дают Бегом Бесплатный вебинар Бесплатный курс И въебывай Без вот этого Нытья Я очень жаль Что не прочитали Мои сообщения Вообще не жаль Что там Блять Новое что-то Для меня было Я все это читала Бери блять Солнцезажигающее действие И въебывай Блять Твоя жизнь Ты ее уже Проебываешь Сколько лет Очень жаль Что не прочитали Вообще Блять Не жаль Спасибо Господи Что мы не прочитали Ее сообщения Сейчас реклама Кончится Очень жаль Очень Очень жаль Очень Через две минуты Закончится эфир Мне будет пять Завтра Но я приду Будильник ставьте Я тоже буду рано Просыпаться Поэтому Ставьте будильник Я в норме Вместо тишины Громкая музыка Вместо дома Номер Четвертый бокал И моя недовольная Физионумия Принимает Вполне Дружелюбные формы Ай Какие вы все Трушны Я буду иметь ввиду Что наверное Даже в аду Не так душно Прости Я такое Не слушаю Бои захлебнуться водой Что льется Из текстов Восемь вечера По Москве И на этой Позитивненькой ноте Мы прощаемся с вами Если вы не зарегистрировались На вебинар Пишите мне в директ Если вам нужны СЗД ВЗД ПУФ Ссылка в шапке профиля Не тупите Не ждите Вы не бабушкин сервиз Чтобы выходить на бис Делайте свою жизнь Самостоятельно С помощью астрологии С помощью Чикриевой Я вам всем желаю Спокойной ночи И завтра Завтра мы встречаемся Зажигать на вебинарчике Пишите на вебинарчике Пишите на вебинарчике Пишите на вебинарчике